приветствую вас мои дорогие зрители а также подписчики моего канала с вами данил и что ж друзья сегодня я решил заснять такое видео отзыв об наушниках xiaomi airbus basic пользуюсь я этими наушниками уже почти два месяца и уже сложилось какое-то мнение об этих наушниках вот сегодня я решил ставить свой отзыв ну во первых о цене я купил я их ну как уже видно за 1800 рублей вот он чек 1800 рублей есть гарантия 12 месяцев покупал эти наушники в магазине dns почему не заказывал с алиэкспресса спросите вы да потому что я тот человек который предпочтет взять у себя в городе подороже но зато будет гарантия мне вот самое главное чтобы было гарантия так идем дальше ну вот сам кейс от наушников но для начала я бы хотел рассказать вам об комплектации на самом деле комплектация меня не особо то впечатлила то есть идет сам кейс с наушниками и что тут идет сами амбушюры их три вида то есть маленькие большие находятся в таком вот пакетике и средние одеты на наушниках то есть всего их три вида я использую кстати средние мне они в принципе нормально подходят также имеется инструкция по использованию этих наушников все то есть это вся комплектация мне вот это конечно вообще не понравилось то что вообще нету даже обычного шнура тут если что нужен шнур на микро юсб сразу показываю микро юсб даже шнур не положила не полу не положили на китайцы ну что такое как так можно блин теперь о самих наушниках кейс у нас черного цвета матовый выглядит достаточно стильно и очень приятно на ощупь пластик сам очень приятный сзади тоже у нас есть информация об наушниках сам кейс открываешь крышку сама крышка кейса держится на магнитике то есть крышкой просто так не откроется наушники тоже держатся на магнитиках просто так они ну не выпадут также но как уже сказал шнур они большому сожалению не положили и ну те у кого нету вообще в принципе шнура на микро юсб придется идти в магазин и докупать в моем случае я заряжаю данный кейс с помощью повербанка то есть я просто беру и подключаю и вот как раз таки сразу хочу показать что имеется так имеется индикатор зарядки то есть все это один индикатор красного цвета означает что кейс заряжается больше цветов нету и вообще мне в принципе не понравилось мне понравилось что не то полноценного индикатора в процентах сколько зарядки осталось в кейсе то есть ты тут общей ну никак не узнаешь только поставил на зарядку и ждешь пока красный индикатор этот потухнет значит что он полностью кейс зарядился а сколько там при использовании остается не понятно то есть мне вот это тоже не понравилось как-то не очень удобно так что идем дальше сами наушники главным наушником является правый то есть ты берешь правый подключаешь его ну вот достаем так вот загорается белый индикатор это означает подключение то есть он ищет устройство для подключения когда мы ставим наушник обратно загорается класса красный индикатор это означает что идет зарядка наушника по поводу характеристики самого кейса они обозначены написаны у нас на коробке с наушниками емкость батареи наушника 43 миллиампера часов емкость батареи кейса 300 миллиампер часов и в принципе друзья что пишется максимальное время работы до четырех часов принципе друзья это не обман то есть я использую наушники на средней громкости и я вот сидел больше всего самое большое время это где-то плюс минус три с половиной часа и в принципе они зарядились как раз таки больше половины и зарядка еще остается то есть в принципе не обманывают то есть реально в них 400 часа спокойно можно сидеть и смотреть там видосики или слушать музыку то есть по батарейке очень классно то есть ты можешь кучу раз еще зарядить и наушники и в моем случае я в принципе вот хожу три-четыре дня кейс вообще не трогаю просто хожу слушаю музыку три-четыре дня отходил и потом просто на всякий случай я ставлю на зарядку кейса заряжаю его и в принципе все зарядил и потом иду дальше использую три-четыре дня ну и по кругу так идет так теперь самих наушниках подключаются естественно через bluetooth bluetooth тут у нас 50 как я уже говорил подключаешь сначала правый наушник так как он является главным потом уже подключается автоматически левый наушник когда вы прекращаете использовать наушники ну просто их кладете в кейс они автоматически отключаются что мне вот не понравилось мне вот не понравилось во первых то что сами эти кнопки они bream chat они bream chat очень противно особенно вот левый наушник в левый наушник я не тот взял просто больше всего bream cheat и вот именно больше всего bream cheat именно левый наушник не знаю это вот на всех наушниках так или у меня чисто такая вот билиберда фиг знает в общем bream cheat кнопка на наушниках мне вот это очень сильно не понравилось я иду по улице слушаю музыку и у меня когда ты идешь кнопка bream cheat вот это мне вообще не понравилось это очень сильно раздражает по поводу качества звука и в принципе как наушники лежат но сидит в ухе форм-фактор наушника мне не понравился у меня для меня они неудобны то есть мне постоянно приходится их поправлять но это лично для меня у вас там абсолютно может быть по-разному они могут вам идеально подойти и удобно могут сидеть у вас я их поставил постоянно поправляю качество звука в принципе у наушники играют нормально на 100 на стандартных настройках автоматических мне в принципе понравилось но мне не хватало басов поэтому я залез в настройки и немножко поднастроил их и сделал больше басов и зато сделал еще звук почище я сюда скриншот прилеплю выговорить слова даже уже не могу сейчас увидите скриншоты где покажу как я настроил эти наушники басы стали лучше звук стал чище конечно очень приятно стало слушать музыку то есть реально я испытываю большое удовольствие от этих наушников особенно после проводных это просто ну офигенно то что проводов нету также я забыл еще сказать что когда вы подключаете наушники к телефону у вас сверху загорается индикатор заряда батареи наушников то есть вы можете спокойно следить сколько там осталось батареи в самих наушниках и то есть если там осталось мало уже батареи вы ну естественно вытащили наушники обратно поставили в кейс и оставили заряжаться очень удобно что показывается это заряд подключение наушников я совсем забыл сказать что вот подключение наушников самого нормальная у меня только один раз вот было так то что наушники не подключились и было раза два по моему то что вот они у меня просто брали и отключались и переподключались автоматически то есть у меня вот так вот было два раза и в принципе все То есть больше никаких проблем не было с наушниками. В целом, с наушниками я полностью доволен. И к покупке рекомендую. Друзья, совсем забыл сказать, что на наушниках также присутствует микрофон. И я им пользовался. Он такого, в принципе, неплохого качества. Можно как разговаривать по телефону через этот микрофон. Можно записывать голосовые сообщения. Но качество все-таки не на высочайшем уровне. Так что по большей части я пытаюсь этим микрофоном не пользоваться. Но я вас предупредил, он есть. Это все, друзья. Вот такой вот обзор. Отзыв, можно так сказать. Я наушниками доволен. Где и как покупать, уже решать чисто вам. Я купил их в ДНС. У меня есть гарантия. Я доволен. На этом все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok